С 8 часов утра на паромной переправе со стороны порта Крым неспокойно. Стянута специальная спасательная техника МЧС, автомобили скорой и неотложной медицинской помощи, реанимобиль. А в бухту порта зашли три буксира – Бара, Днепра, Краб и морской нефтемусоразборщик МНМС-22. В рамках совместных учений было объявлено ЧП. По легенде, в Керченском проливе произошла серьезная авария. Пассажирский паром Николай Аксененко столкнулся с нефтяным танкером, вследствие чего произошла утечка нефти и пострадали люди. Основная задача учений – показать максимально слаженную работу всех спасательных и силовых структур города во время чрезвычайных ситуаций. В первую очередь стояла задача эвакуировать пассажиров из судна, которое потерпело крушение. Буксир Бара пришвартовался к парому и, поставив трап, специалисты начали спасение людей, которых после передали на берег медицинским работникам. Во время второй части учений специальные суда, которые вошли в состав звена боновой постановки, приступили к сбору нефтепродуктов. Боновое плавучее заграждение, которое называют «анаконда», растянули вокруг условного нефтяного пятна, а судно МНМС приступило к сбору горючего. Как сообщил начальник службы флота администрации Керченского порта Олег Устарев, максимальное время для устранения последствий – два часа. Сколько может принять МНМС? МНМС принимает на борт до 16 тонн нефтепродуктов, собранных с акватории. После этого он следует к портовому сборщику, передает эти нефтепродукты на портовый сборщик и идет обратно на позицию собирать, продолжает собирать. Морской портовый сборщик, у нас их два сейчас используются, скат и флора, это морские сборщики рыбного порта, могут на себя принять до 300 тонн нефтепродуктов. Однако во время шторма операция по сбору нефтепродуктов невозможна. Интересно, что учения проводились локально, чтобы не мешать работе паромной переправе Крым-Кавказ. Поэтому во время условного ЧП пассажиры паромов могли наблюдать за происходящим в порту. Какова вероятность того, что подобное происшествие может произойти в Керченском проливе? Ну, исключать подобное происшествие не будем. За последние два года, единственное, что могу сказать, надо отдать должное нашему Центру регулировки движения судов. таких происшествий не происходило. Вероятность происхождения такого происшествия раз в 10 лет происходит. После того, как операция по условному спасению людей, а также по очистке акватории от нефтепродуктов завершилось, состоялось собрание, где подвели итоги.